Поехали! Продолжаем разговор. Если ты готов отвечать на вопросы и на реплики, тогда сейчас я прямо начну тебе их зачитывать. Если, конечно, ты там не созрел что-нибудь ещё такое страшное сказать для начала разговора. По ходу дела созреем и расскажем. Ну что ж, вопрос от Ольги74. Здравия, Захар! Большая благодарность за ваши лекции. Могут ли быть безупречные анализы и дискомфорт в животе до сильных болей? То есть вот такое противоположное явление. С одной стороны анализы идеальные, а с другой стороны боли есть. Здравия, Ольга! Благодарю за вопрос. Значит, может быть такая ситуация, когда анализы идеальны, а тем не менее болезнь в животе присутствует. Существует ряд пациентов, которые ходят в врача к врачу, заявляют, что у них болит живот, у них проблемы, у них там что-то не так. Но врачи отправляют их на анализы, анализы приходят, анализы в пределах нормы, скажем так. И врачи говорят, да, не морозьте нам голову, идите занимайтесь своими делами. Действительно, это может быть обусловлено тем, что болезненность вызывается дисфункциональным состоянием живота. То есть тогда, когда орган не выполняет всех своих функций, но при этом он ещё не является патологичным. И поскольку орган не является патологичным, то какие-либо анализы, исследования, они, скорее всего, дадут пределы нормы. Но поскольку дисфункция уже существует, и органу приходится работать на износ, то вот как раз-таки вот эту вот работу на износ мы и ощущаем в виде боли, болезненности, вот каких-то спазмов сосудов от того, что идёт перенагрузка, перенасыщение органа кровью, или от того, что органу приходится изрядно сокращаться от этого, там какие-то болезненные ощущения в ткани органа происходят. То есть такое действительно может быть, поскольку органу уже приходится работать на износ как двигателю, на повышенных оборотах для того, чтобы как-то так извлекать из себя мощность, как-то двигаться. И человек может ощущать проблему дисфункции, болезненные ощущения, при том, что анализы будут, в принципе, в норме. Так можно ответить на этот вопрос. Хорошо. Далее Сергей Кустов. Вопрос в эфир. Захар, правильно ли мнение, что если человек имеет лишний вес, в том числе в области живота, то его организм закислен? Благодарю, Сергей, за вопрос. Такое мнение может иметь место. И отвечу почему. Потому что лишний вес, как правило, ну не как правило, а всегда связан с нарушением работы выделительной системы. То есть организм не может вовремя и в полном объёме выделить весь тот объём продуктов распада, метаболитов различных, там, токсинов из организма. И все эти вещества вовремя не выделены, ну то есть из-за малого употребления жидкости, то есть воды, из-за нарушения работы печени, из-за каких-то проблем с кожными покровами, ну и так далее, не суть важных. То есть токсины задерживаются в организме и задерживаясь, начинают нас отравлять. Организм начинает с ними справляться другим образом. Он запечатывает их в жировую капсулу. Он запечатывает жировую капсулу и, собственно говоря, от этого человека увеличивается количество, объём жировых клеток, жировых отложений. И естественно, человек, у которого неправильно работает выделительная система, а это в том числе и левая почка, а левая почка у нас отвечает за как раз-таки наш баланс в нашем организме, то такой организм действительно можно считать закисленным, потому что левая почка, которая отвечает за структуру ПАЖ, она уже дисфункциональна. Поэтому я думаю, что правомерно задан вопрос и можно так считать. Ты очень хорошую тему поднял. Дело в том, что многие считают, что жир – это просто так вот, ну что-то лишнее съел. А ведь жир, он многофункционален. Он может, как ты очень точно подметил, в себе зажимать то, что организм уже не способен вывести. То есть как будто в клетку закрывать тех негодяев, которые должны были выйти, но по каким-то причинам они выйти из организма не могут. И в этом случае тогда подсознательно человек тянется за чем-то жирным. То есть, с одной стороны, он себя забивает токсинами, потому что что-то неправильное у него в организме происходит. Может быть, неправильно что-то ел. Может быть, у него паразиты завелись в большом количестве. У него просто токсины превышают все нормы, уже не справляются выделительные системы с тем, чтобы выводить. Уже там, может быть, запахи какие-то появились, кожа постоянно моется, бегает, о чем мы говорили в прошлой передаче. Может быть, там изо рта что-то пахнет. Ну, считают, ну норма, ну пахнет и пахнет, ну зуб плохо почистил. То есть он не обращает внимания на это. А организм постоянно хочет есть жирное. И говорят, ну просто вот ты привык к жирному. А это может быть вполне себе так указатель на то, что в вашем организме что-то происходит не то. У вас очень много тех выделений, которые жир просто как сорбент в себя вбирает, потому что ваша выделительная система уже не справляется. То есть один ещё из вариантов ожирения, когда человек просто вынужден много жира поедать, это вот то, что необходимо что-то изолировать. Ну да, ну здесь можно также ещё сказать о том, что в организме присутствует и полезный жир, то есть висцеральный жир, он нужен. Его ещё иногда называют бурый жир. Вот он по цвету немного отличается от того, что накапливается в качестве жировой прослойки. Вот этот жир нам полезен. И его исчезновение, скажем так, когда человек резко худеет, обернётся для нас негативными последствиями. Тот жир, который накапливается у нас в излишнем сальниковых листах, в зонах целлюлита, это, конечно, сплошной вред для нас. Целлюлит – апельсинчик. Ну да. Идём дальше. Валера Мироновичев. Здравия. А где делают правку живота территориально? Укажи конкретно явки, пароли. Ну, правку живота делают у нас повсеместно. Вот много людей делают правку живота. И в Москве полно, и в Подмосковье, и на южных рубежах, и на севере. То есть специалистов полно, очень много. И хороших специалистов разных. Вот. Я нахожусь в Ростове-на-Дону. Так что, будь желание, милости прошу. Далее, Денис Атаманчук. Вопрос следующий. Левое подреберье болит. Было в юности падение с высоты на левую, если не путаю, сторону тела. Теперь при отжиманиях, вертикально от пола, болит оно. Что делать? Из сердца заходится. Благодарю. Ну, благодарю за вопрос, Денис. Возможно, здесь следует обратить внимание на селезёнку. При травме селезёнки, а селезёнка достаточно так подвержена травмам, она может уплотняться, может фибронизироваться, и это может вызывать болезненность. Поэтому обратите внимание на селезёнку. Вот. То, что сердце заходится, ну, там, помимо селезёнки, может ещё левая почка там, либо ситуация по шее быть. Ну, прежде всего, обратите внимание на зону левого подреберья. Так как-то поглубже попальпировать, посмотреть. Если там есть уплотнение, то, скорее всего, селезёнка уплотнена, и нужно как-то заниматься её терапией. Разминать, ну, или вообще понять, что там такое на самом деле. Ну, так, наверное, можно ответить на вопрос. Я бы, наверное, добавил от себя к тому, что сказал, помимо того, что обязательно поправить животик, необходимо всё-таки посмотреть позвоночник на уровне сердца и повыше туда, вот, к голове. Потому что если там было смещение, на место оно не было вставлено вовремя, то так или иначе могут быть последствия вот то, что вы называете. И были случаи в моей жизни очень-очень неприятные, за которые я себя корю, когда человек, имея такую травму позвоночника, с детства просто, ну, чуть ли не на моих руках умер. То есть у него вдруг ни с того ни с сего стал привкус крови появился во рту. Вот. И я что такое стал? Так не обратил внимания. Потом, когда на спину посмотрел, то увидел, что у него там просто вот в этом месте очень-очень серьёзное смещение позвонков. Я говорю, где давно это? Говорит, да с детства самого. То есть человек до 25 лет прожил, и никогда ему никто не вправил. С детства у него была такая травма. Он занимался и на турнике прекрасно подтягивался, и всё замечательно, всё хорошо. И никто не обращал внимания на то, что у него вот такое смещение позвонка. И когда он уже достиг такого возраста, уже у него семья появилась, вдруг он в один вечер почувствовал себя плохо, привкус крови на губах, и потом всё хуже, хуже, хуже. Когда его привезли в больницу, у него там врачи удивились, вы ещё вообще до нас добрались. С таким давлением люди уже не живут. Ну и к утру он скончался. Так что не шутим со здоровьем, не шутим и с животом, и с позвоночниками. Если были травмы, сразу надо вправлять, особенно если дети. Сразу надо вправлять, сразу надо всё ставить на место и править всё, что только можно править. Идём дальше. Сергей Кустов, в эфир. Арират. Упражнение для мышц живота и спины. К примеру, на брусьях. А дальше, внимание, так это вопрос чемпиона Олимпийских игр. Поднимание ног максимально вверх 150-200 раз. Ну, такая лёгкая разминка. Как сильно влияет на органы живота? Можно ли это по эффективности оздоровления сопоставить с массажем самому себе живота? Какое ваше мнение? Благодарю за вопрос. Я по утрам тоже иногда 150-200 раз на что-нибудь сделаю. Шучу, конечно. Но это достойно уважения. Какой-то Олимпийский резерв у нас такой тут собирается, я смотрю, потихонечку. Да. Нас не сломили санкции Олимпийских движений. Мы всё равно занимаемся спортом. Дело в том, что такое большое количество упражнений, они, конечно, здорово укрепляют переднюю брюшную стенку. И крепкая брюшная стенка, она создаёт хорошее внутричеревное давление. И хорошее внутричеревное давление, оно благоприятно сказывается на положении внутренних органов. Потому что когда передняя брюшная стенка живота прослаблена, внутричеревное давление мало, относительно мало, то органы, естественным образом, смещаются. Здесь можно говорить о хорошем тонусе передней брюшной стенки, но нельзя сказать, что подобное упражнение может заменить полноценный массаж живота. Потому что если упражнение однообразно, то всё равно, даже если человек при выполнении этого упражнения дышит животом, то есть опуская ноги, он надувает живот, смещая органы в одном направлении, потом поднимая ноги кверху, он выдыхает, то есть сокращает объём брюшины, и органы двигаются в другом направлении, то здесь, конечно, движение живота внутри есть. И такое большое количество повторений, оно может вызвать эффект, конечно, и снятия спазмов. Но для полноценного массажа живота нужно добавлять ещё иную амплитуду движений, иные вектора движения для того, чтобы всё-таки полноценный массаж живота. Даже когда, к примеру, делается самомассаж живота при помощи дыхания, то там необходимо занимать различные положения тела, то есть с наклоном вперёд, с наклоном вбок, различный по силе наклон вперёд, то есть на четверть, на 90 градусов, ещё ниже, боковые наклоны, использовать различные по амплитуде, то есть по частоте дыхания и так далее. Это, конечно, хорошо, но как полноценный альтернативу массажа живота, я бы сказал, что не совсем такие упражнения подойдут. Можно чем-то дополнить. Хорошо. Денис Атаманчук. Вопрос в эфир. При чистке мёдом и яблочным уксусом мозга кровяные выделения из правой ноздри трудно на пробежках дышать. Что поможет? Благодарю. Ну, кровяные выделения из правой ноздри, здесь можно говорить о том, что есть повышенное давление в капиллярных сосудах мозга. Тут нужно ещё уточнить, каким образом вы чистите яблочный уксус и мёд, куда вы заправляете, в рот, а вдруг всё-таки через нос, и просто нос там механически как-то травмируется. Есть люди, они кушают мёд. Допустим, можно кушать мёд и, к примеру, в нос заливать какой-то разбавленный яблочный уксус. Я не знаю. Но вдруг. Просто этого не описано. Тогда здесь механические сосуды могут повредиться. В любом другом случае, в любом другом случае, можно говорить о нарушении капиллярного кровоснабжения, капиллярного кровоснабжения полушария головного мозга. А также, если эти кровотечения постоянные, опять же, можно обратить внимание на состояние селезёнки. Потому что частые носовые кровотечения могут говорить ещё и о дисфункциональном состоянии селезёнки. Поэтому обратите на это внимание. Если вы механически не травмируете внутренняя поверхность носа, то тогда, наверное, стоит применить какие-то, может быть, ещё препараты для… не препараты, а средства снадобья для разжижения крови. Потому что вы, может быть, мёдом, уксусом и чистите, а воды пьёте, допустим, недостаточно. То есть жидкости в организме потребляете недостаточно, и кровь густая. И для того, чтобы эту густую кровь прогнать по сосудам, по мелким капиллярным сосудам, приходится организм очень напрягаться. Возможно, где-то возникает избыточное давление, и происходит его сброс через ноздрю. Наверное, и так можно ответить на ваш вопрос. Я вот не знаю, как ты можешь ответить на вопрос. Я специально застрял внимание. При чистке мёдом и яблочным уксусом мозга, не могу себе представить, как это можно чистить, там раскрывает черепушечку, достает мозг, потом, значит, уксус мёд обмазывает, почистил, так на место поставил, всё соединил, он всё заработал, хорошо, черепушечку закрываем. Или тут какая-то, может быть, через что-то ещё, я уж не могу понять, через что, как в анекдоте. А мы, говорит, автогеном гланды вырезаем. Будем признательны Денису, если он расскажет, поведает нам, как он чистит мозг. Да, потому что это может быть в иносказательном каком-то варианте, а может быть, на самом деле, там какая-то секретная дырочка есть, через которую впрыскивается клизмочкой уксус с мёдом. Вот мне стало просто интересно, меня заинтриговала такая постановка вопроса. При чистке мёдом и яблочным уксусом мозга кровяные выделения из правой ноздри. Я вообще не знаю, как это представить. Ну ладно, идём дальше. Денис, ты заинтриговал. Будь добр, пожалуйста, напиши, как это делаешь. Алексей Пивоваров, вопрос. Всем здравия. Есть ли какие-нибудь техники, если к чакре живот есть подключение нити от вампира? Ну, если есть подключение к нити от вампира, к чакре живот, просто оборвить этот канал, да и всё. Чё тут думать? Взяли, оборвали этот канал, и нет больше нити от вампира. Ну, Алексей, у тебя, наверное, более развернутый ответ получится. Так что моё видение таково. Ну что, есть ли, не есть. Взяли, оторвали. Ещё и дёрнуть можно за эту нитку, чтобы вампир там дёрнулся, чтобы его там передёрнуло. А можно в эту нитку ещё и дунуть или запустить в эту нитку чего-нибудь такого, чтобы там на выходе вампир аж поёжился или ещё чего. Поэтому можно делать всё, что угодно. Сходите к ювелирщику, закажите серебряный топорик и по этой ниточке доберитесь до этого вампира, чтобы мало не показалось. И осиновый колышек ещё этим топориком изготовьте, чтобы потом его уже окончательно туда опустить. Ты знаешь, где-то это, скорее всего, иносказательно. Может быть, вампир имеет в виду какая-нибудь там лярвиная структура, которая присасывается. Вот это имеется в виду. Ну так, конечно, конечно. Да, но мы же не про лярвы сейчас говорим. У нас был эфир про лярвоведение. А мы сейчас говорим про физиологию живота. Поэтому, может быть, как-то в другой раз, если у Арирада будет желание поговорить о этих сущностях, то поговорим. У Арирада что? Вот Алексей, вот он, считай, охотник за лярвами, за всякие. Поэтому ты тут больше. Я-то что? Так, далее. Кристина Прокопова. Реплика в эфир. Доброго здравия Алексею и Арираду. Арирад, подскажите, пожалуйста, варикоз может ли передаваться, если же в роду у кого-то уже был такой недуг, и каковы способы его лечения и профилактики? Заранее благодарю. Благодарю за вопрос, Кристина. Ну, если однозначно ответить, то можно сказать, что может. Но не в прямом смысле. Что как-то на генном уровне, или по наследству, или ещё как-то. Он может передаваться, если передаётся образ жизни, образ питания, образ мышления из поколения в поколение, передаются одни и те же способы приготовления пищи между родственниками, то тогда да. Потому что варикоз вызывается нарушением оттока венозной крови из нижних конечностей. Чаще всего это обуславливается тем, что преграда получается в нижних отделах кишечника. Либо тонкий кишечник, толстый кишечник. И если, к примеру, из поколения в поколение питаетесь одинаково, и при этом между собой являетесь родственниками, то, соответственно, строение внутренних органов схожее, и пищевые привычки одинаково. Соответственно, подобные пищевые привычки примерно одинаковым образом действуют на организм, формируют, к примеру, какую-то дисфункцию в области нижних отделов кишечника, то, соответственно, возможно появление у всех в роду вот такое явление, как варикоз. И здесь можно, конечно, говорить о том, что это генетически обусловлено, по роду передалось, но так или иначе это будет вызвано тем, что у всех одинаково неправильные пищевые привычки. Способы его лечения профилактики, но способом его лечения будет массаж живота, и особенно массаж нижних отделов толстого кишечника. А профилактикой может являться это активная жизненная позиция, то есть занятие какими-то двигательными видами спорта, как минимум часовые прогулки ежедневно, употребление достаточного количества жидкости, ну и нормальная работа кишечника, то есть нормальный режим дефекации, то есть ежедневно по утрам, как минимум, не переедание, умеренное употребление пищи, не употреблять всякую дрянь, которая нашим организмам не усваивается и вредит ему, как то всё, где есть современная пшеничная мыка, молоко, кроме кисломолочного, допустим, вот, ну, кисломолочная современная, строго говоря, тоже нежелательно, ну и всё, где есть сахар, вот, соответственно, творог, сыр, вот это те продукты, которые вредят нашему организму с моей точки зрения, ну и с точки зрения других специалистов. И вот если всё это соблюдать, то будет некая профилактика. Так можно ответить на ваш вопрос. Хорошо, хорошо. Далее Сергей Кустов в эфир. Захар, в вашей практике были случаи осложнений у людей, занимающихся моржеванием и экстремальным закаливанием? Если да, то какие патологии от этого? Я не имею в виду морожение, а нарушение в работе внутренних органов. Ну, на моей памяти был человек с простатитом, с хроническим простатитом. Он занимался морожеванием. Были проблемы с почками. Ну, то есть, если так вот подытожить, то это чаще всего это проблема в мочеполовой системе. Почему? Потому что почки — такой орган, который подвержен охлаждению. Если же почки имеют недостаточную жировую капсулу, они имеют жировую капсулу, которая именно предохраняет их и от механических повреждений, и от температурных перепадов. Вот если жировая капсула на почках недостаточна, то может возникать какая-либо патология почек. Плюс простата. То же самое. Она подвержена термальному воздействию. Если происходит регулярное её переохлаждение, а переохлаждение в принципе внутренних органов происходить не должно, поскольку организм регулирует их температуру, усиливая либо ослабляя приток крови. И здесь, если приток крови какому-то органу нарушен, как-то почкам или простате, то может наступить их переохлаждение. Тогда в связи с переохлаждением может наступить дисфункция. То есть, если так вот обобщать, то проживание может быть неполезно людям, у которых есть нарушенное кровоснабжение, нижней части живота. Хорошо. Далее Ольга Гром пишет. На какой срок хватает правки живота? Благодарю за вопрос, Ольга. Правки живота хватает ровно на тот срок, пока человек правильно питается и не нервничает. Как только он срывается в питании, как только он уходит в кривую стрессов, каких-то переживаний и напряжённого психоэмоционального состояния, это тут же отражается на животе. Но в целом из практики, если судить, то полностью доработанный живот, то есть это когда человек уходит от вас с мягким животом, с рекомендацией по питанию и их соблюдает, то здесь человека можно либо вообще не увидеть, либо, грубо говоря, раз в год, максимум раз в полгода делать какую-то одну-двух процедурную профилактику. Я уж испугался, сказал, человека можно совсем не увидеть. То есть так доправил живот, что вообще уже больше человека не видно. Ладно, хорошо, идём дальше. Денис Атаманчук, вопрос в эфир. Колит в левом боку на уровне почки. Что это может быть? Благодарю. Колит в левом боку на уровне почки, ну, это может быть как сама почка, это может быть нисходящая часть толстого кишечника, вот, это может быть там теоретически тонкий кишечник, какой-нибудь газовый пузырь, который запутался где-то. Это может быть теоретически, опять же, состояние брюшной аорты. Если это в передней проекции, если это в задней проекции, это может быть какой-то мышечный спазм. Что поможет? Ну, в любом случае нужно делать массаж живота, прежде всего. Массаж живота поможет в любом случае. Если не массаж живота, то тогда при отсутствии противопоказаний можно делать прогревание живота. То есть это либо грелка, либо горячее полотенце, либо прогревание, допустим, в бане, но и то аккуратно со знанием дела. Потому что если колет, то, возможно, это какие-то спазмирующие моменты, что-то там напряжено. Когда мы это нагреваем, то напряжение обычно спазмом уходит, ткань расслабляется. И в этом случае тепло может помочь. И в прогревании, и грелка, может быть, баня с вениками. Александр, вопрос в эфир. Есть ли какая-нибудь полезная гимнастика для живота, в том числе дыхание, для работоспособности органов общего укрепления? Благодарю. Есть ли какая-нибудь полезная гимнастика для живота, в том числе дыхание, для распространения общего укрепления? Да, если йогу принимать за гимнастику, то дыхательная йога полезна. Потом различные виды оздоровительного дыхания полезны. Дыхание, допустим, бастрельниковое. Есть старые наши русские практики, когда практикуются различные дыхания. Дыхание волка, дыхание медведя и так далее. Вот такие дыхательные практики тоже можно поприменять. Поищите на просторах интернета, есть информация по поводу этих дыхательных практик. Да, сейчас достаточно много компетентных людей выступает со своими разработками или со своими разработками на основе того, что где-то подчеркнуто из древности. Так что вот только без фанатизма. Вот самое главное, без фанатизма. Фанатизм не наш метод, надо через здравомыслие идти, через осознание. Дальше. Сергей Кустов в эфир. Захар, вы в своей практике используете акупунктуру или акупрессуру, именно по БАТ. Насколько эффективны эти методики? Ваше мнение. Прямо здесь специалисты у нас собрались. Круглый стол специалистов по акупунктуре и акупрессуре. Сергей, благодарю вас за вопрос. Несмотря на иронию моего коллеги, я очень вам благодарен за вопрос. Вопрос интересный. в такой форме задан, который исключает какое-то двоякое толкование. Конечно, я использую и акупунктурные методы, и акупрессуру. То есть акупрессуру, когда я просто взял, надавил пальцем или каким-то иным предметом. У меня есть деревянный крестик из чёрного дерева, у меня есть эбонитовый такой штырёк, которым можно надавить, и там ещё разные такие штуки, которыми я могу надавить в человека, в тело человека. А акупунктурные техники я использую при помощи полынных сигар. Я провожу, могу пиявок ставить в биологически активные точки, я использую пчелоужеление в биологически активные точки, и, в принципе, считаю их эффективными. Но у меня есть маленькая такая, скажем так, шпаргалка в этой области. я их нахожу при помощи специального прибора. То есть иногда, ну это уже из области теории, не то, что иногда, а, в принципе, исходя из моих представлений об этом, исходя из того, что я прочёл других местах, у нас, у русских, расположение биологически активных точек может быть несколько иное, чем у, допустим, китайцев, ну или представителей Юго-Восточной Азии. Это может происходить вследствие другого строения мышечного волокна, потому что у нас мышечное волокно с ним устроено по-разному. Биохимия крови у нас разная, у нас разное, в принципе, отличающееся строение организма, вот, и из-за этого есть отличия в залегании нервного волокна, поскольку биологически активные точки, они связаны с прохождением и нервного волокна, они связаны с прохождением артериальных сосудов, поэтому здесь именно нахождение биологических точек может быть немножко в другом месте. Я нахожу их при помощи специального приборчика. У меня есть такой приборчик, который посылает слабоэлектрические импульсы в тело человека и получает ответ. Дело в том, что биологически активные точки на коже человека, они, во-первых, выглядят по-другому, если их рассматривать. Вот эти места, где расположена биологически активная точка, если при увеличении их рассматривать, во-первых, там структура кожи, она вид даже другая. Подводя итог своему ответу, я скажу, что да, я использую методы акупрессуры, акупунктуры, но как дополнительные методы в своей работе и не использую их как основные, как дополнительные использую для того, чтобы усилить эффект при воздействии на желудочно-кишечный тракт, на мочеполовую систему, на кровоснабжение головы, ну и так далее. В принципе, я думаю, что вы услышали, какие методы акупунктуры я использую. То есть я использую электропунктуру, я использую прогревание полынными сигарами, я использую пчелоужеление и постановку пиявок на биологически активные точки. Моё мнение, что этот метод работает, но нужно уносить поправку на то, что мы не представители Юго-Восточной Азии, у нас иное строение мышечного волокна, может быть, иная топография прохождения нервных окончаний, нервных волокон, биохимия крови у нас другая. И вот чуть-чуть, так сказать, делаем поправку на ветер, и тогда, я думаю, всё будет правильно. В своей работе использую специальный прибор для поиска биологически активных точек, который распоздаёт точное местонахождение биологически активной точки, исходя из повышенной электропроводимости участка кожи в месте её локализации. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Ты когда рассказал про эбонитовую палочку и про жителей Юго-Восточной Азии, что у них, оказывается, что-то не так, как у нас, я подумал, ты, наверное, эту палочку не в какую-то там точку вставляешь, которая у нас у всех присутствует, а куда-то там по другому назначению её. Как-то вот на это прям намекнул. Потому что так это... А вот у них, у представителей Юго-Восточной Азии, там всё смещено. Я уже стал думать, куда там всё это смещено. Вот. А вообще, когда ты стал раскладывать все свои причиндалы, я так себе представил в комнате пыток. Вот это у меня эбонитовая палочка заострённая, вот это у меня крестик, которым я тыкаю, вот это у меня электроприборчик, вот это у меня пчёлочки, вот тут пиявочки. Так палач поворачивает с улыбкой такой эхидрой. Ну, чем сегодня поиграем, дорогой мой? Ты знаешь, это не полный перечень. У меня сейчас вот за моей спиной, скажем так, маячит железный, вот такой вот метр восемьдесят в высоту железный агрегат и метр в ширину. Этот аппарат называется аппарат для в общем для автоматического вакуума. Понимаешь, он будет сам засасывать человека и сам его отсасывать. То есть огромную банку можно на живот поставить и этот аппарат самостоятельно будет человека в банку всасывать и высасывать оттуда. Только не говори о том, что у представителей Юго-Восточной Азии надо не живот туда засасывать, а то я так представлю, что он целиком туда войдёт, прям как голову засосёт туда, так он потом оттуда будет с трудом вылезать. Не шути так. Этот аппарат называется вакуум-градиентный, аппарат для вакуум-градиентной терапии. Очень такая интересная вещь. Как-нибудь фото я всем покажу, но пока он ещё в работе, уже практически готов. Но выглядит как пепелац, конечно. Да, жуткие вещи тут на эфире. Побудешь с тобой, нахватаешься. Я почему просто несколько так шуткую, потому что вот эти вот иностранные слова аккупунктура, которые трудно выговорить, аккупрессура, они многим непонятны, многим незнакомы, поэтому я уж тут, извините, шуткую, конечно, но вам как специалиста надо расшифровывать, что это означает. Ну, давайте расшифруем. Значит, акупрессура, то есть пресс давления, аку, то есть, ну, честно говоря, точно затрудняюсь сказать, что именно аку значит. В общем, акупрессура — это воздействие давлением на биологическую активную точку, а акупунктура — это некое иное воздействие на биологическую активную точку. в классической китайской традиции медицинской, которую издревле называлось джэнзю, там использовалось воздействие на биологически активные точки при помощи игл и при помощи прижигания полынными сигарами. В современный период воздействие, перечень способов воздействия на биологически активные точки, он расширился. Это применяются и электрические приборы, которые воздействуют на биологически активные точки слабым электрическим током, и пчёлы, и пиявки, и установка вакуумных банок, и установка вакуумно-магнитных банок и так далее и тому подобное. То есть существует различный арсенал воздействия на биологически активные точки. Что такое биологически активные точки? Считается, что при воздействии на эту точку происходит некое рефлекторное воздействие на определённую систему либо орган нашего организма. Тут нам подсказывают по секрету подсолнух АККУ, это зарядка, подмигивает. В общем, зарядка пчелой. В общем, я не знаю, сколько это зарядка, но суть в том, что если туда нажмут, мало не покажется. И меня вот удивляет. Вот ты делаешь поправку на братьев с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, когда свой штырёк показываешь или крестик, а вот когда от них берёшь рецепты, иголочки и сигары, ты делаешь поправку теперь на нашу сторону? Конечно, поправку делаю. Но я всегда при использовании любого метода делаю поправку на конкретного человека. То есть любое действие происходит в полном контакте с пациентом, то есть его ощущения. То есть готов он использовать в своём лечении небольшой уровень болезненности, либо не готов, тогда это более мягкое воздействие, более мягкие техники. Если готов немножко потерпеть и получить больше результат, тогда можно, допустим, добавить какие-то более эффективные моменты. Вот я на каждого отдельного человека делаю поправку. Причём все эти методы воздействия, они подразумевают под собой разностороннее применение. То есть даже ту же самую пчелу можно поставить по-разному. Можно поставить «будет больно» и можно поставить, чтобы было не больно. То есть всё можно отрегулировать при желании. А если ты себя будешь вести плохо, я тебе пчелу больно поставлю и ещё пиявкой дополню, да? Это да. Это может быть. Единственное, что пиявки с пчёлами в один раз ставить нежелательно, потому что может быть передозировка гиалуронидазой. Вот ты опять ругаешься. Я тебя понимаю, конечно, но… Это фермент, который содержится в секрете слюных желёз медицинской пиявки и в апитоксине, то есть в пчелином яде. Опять ругаются. Да что же с тобой делать-то? Короче, непослушным детям ты ставишь сразу и пиявку, и пчелу. Я понял тебя. Хорошо. Ну а с точки зрения, что ты всех подравниваешь, наверное, ты прокрустого ложа там помимо всего ещё изобрёл. И в случае, если ноги вылезают за пределы, ты ноги подравниваешь. Если голова, то уж извини голову. Такой. В общем, ты не стоишь на месте. У тебя развитие. То там какую-то гравицапу придумал, всасывающую всех подряд. Пепелат. Не гравицапа, а пепелат. Ой, кошмар какой. Ну ладно, идём дальше. При гастрите, спрашивает Зоя Кукова, можно делать массаж живота? При гастрите можно делать массаж живота. Единственное, в какой фазе находится. Если в острой фазе находится, и у человека сильная болезненность, то тогда нужно обладать определённой компетенцией для того, чтобы правильно провести массаж. И, возможно, там массаж не особо показан, а целесообразнее будет сделать какие-то другие процедуры в околоэпигастральной области, то есть вокруг желудка, которые обеспечат приток крови к желудку. Возможно, если острый приступ гастрита, то целесообразнее принять внутрь какие-то иные средства для того, чтобы снять болевые ощущения. Если же это уже период, когда обострение ушло, то тогда не то, что можно ли делать массаж при гастрите, а нужно делать массаж при гастрите, потому что эти вот изъявления, нарушения выработки слизи в желудке и травмирования стенки желудка происходит из-за, во-первых, нарушения кровоснабжения, из-за того, что желудок спазмирован, сниженная его функциональность, из-за сниженной функциональности уже слизь желудочная вырабатывается не так, как должна вырабатываться. Но временно, параллельно с массажем живота при гастрите, можно применять льняную кашу, можно применять овсяную кашу, овсяный кисель, ну и подобные слизеобразующие продукты. Далее Анна Маха. Добрый вечер, вопрос эфир. Белая глина внутри полезна для кишечника? Ваш опыт каков? Благодарю. Благодарю за вопрос. Белая глина, на мой взгляд, полезна внутрь кишечника в качестве абсорбента. То есть попадает туда, она впитывает в себя токсины и выводит их из организма. Ну, наверное, ещё стимулирует перистальтику кишечника. Я думаю, что она полезна. Далее Зоя Кукова. Боли в левой средней части живота. Левая средняя часть живота. Особенно после бега или нагрузок. С чем могут быть они связаны? Могут быть связаны с селезёнкой. Эти боли могут быть связаны с селезёнкой. А селезёнка в таком не очень может быть хорошем состоянии из-за дисфункционального состояния печени, а именно тех сегментов печени, которые называют правой долей печени. В общем, все проблемы в печени. Идём дальше. Зоя Кукова. Вопрос в эфир. Что такое опущение внутренних органов? И как выглядит живот при этом? Опущение внутренних органов — это когда внутренние органы смещаются относительно какой-то некой средней горизонтальной линии. То есть, допустим, пупок находился по центру живота, потом сместился вниз. То есть, растянулся и связочный аппарат был подвержен растяжению, и нарушение пролегания, прохождение кровеносных сосудов изменилось. Как выглядит при этом? Если смещение живота произошло вниз, оно может происходить и вверх, то в сторону, куда живот сместился, там будет в любом случае виден такой бугорок. Если смотреть на живот с боковой проекцией, сбоку посмотреть, то там будет виден бугорок. А если же смещение произошло в горизонтальной плоскости, то здесь визуально будет прослеживаться тот же самый бугорок, только справа либо слева относительно средней линии живота. Вот так. Как бы холмики такие, то есть либо внизу холмик. Также, помимо холмика, если смотреть на живот, то чуть выше пупка может прослеживаться такой провал. Это бывает в том случае, если происходит опущение поперечно-ободочной кишки и в том анатомическом месте, где должна была проходить, заполнять собой внутриутробное пространство, вот эта вот поперечно-ободочная кишка, если она ушла вниз, там будет провал такой, как ямка. Бывает так, вот живот идёт, вроде бы там, где желудок, и пегастральная область ровно, потом провал к пупку, и после пупка такой бугорок. Вот это будет говорить о том, что сместился и тонкий кишечник, и сместилась поперечно-ободочная кишка. Далее Сергей Кустов. Арерат, при систематических беговых нагрузках возможно ли опущение внутренних органов из-за скачково-ударных нагрузок? Ну, я знаю, что есть такое мнение, и с таким мнением выступают противники бега. Они говорят, вот, будете бегать, прыгать, перемещаться в вертикальной плоскости, у вас будут опускаться внутренние органы. Такое возможно тогда, когда внутренний орган уже дисфункционален. И в этом случае не каждый, не любой бег, а когда происходит резкое перемещение вертикальной плоскости, то есть, допустим, во время бега приземляетесь на пятку. Ну, такое иногда бывает. Там выступаешься и приземляешься на пятку, то есть не происходит естественной амортизации, потому что во время бега естественная амортизация происходит, и она… И плюс при нормальном тонусе передней брюшной стенки, собственно говоря, опускаться внутренним органам прежде всего не должна давать передняя брюшная стенка, создавая внутричревное давление. Там органы из-за внутричревного давления должны перемещаться минимально. Если же передняя брюшная стенка ослаблена и плюс приземляетесь, допустим, на пятку или там двумя ногами там на пятке, то, конечно, происходит сильная такая встряска, и в этот момент органы могут сместиться, но и то те, которые не хорошо фиксированы в своём анатомическом ложе, либо связки, которые готовы к растяжению. Вот я могу так ответить на этот вопрос. Но здоровые органы, здорового человека в здоровом животе, они смещаться не будут. Как ты там назвал тех, которые это против бега? Противники бега. Ага, то есть они противники бега, но, наверное, сторонники пива. Ну, сторонники пива, но они ещё сторонники эллипсоидов. То есть сейчас есть вот такие новые тренажёры, где такие вот резкие вертикальные нагрузки исключены, там всё главное происходит. Ну, как будто бы человек не по земле бежит, а вот по облакам бегает. Ну, то есть слегка неестественное. Вообще всё то, что вводит наш организм в неестественные какие-то состояния, для меня неестественное. Ну, как бы не то, что неестественное. Для меня это считается… Я считаю, что это неправильно. Тот же самый эллипсоид, да, там всё происходит плавно, нагрузки вроде бы те же самые, но поскольку наше тело адаптировалось под внешнюю среду обитания, под то, что есть твёрдая почва под ногами, под то, что иногда нам необходимо быстро перемещаться. И когда мы искусственно вводим её в какие-то более лёгкие условия, то организм расслабляется, и когда мы переходим к реальности, к реальной жизни, то потом может наступить ещё более худшая ситуация. Это вот как произошло с желудочно-кишечным трактом человека. Когда человеку стал доступен огонь, то человек многую пищу стал подвергать тепловой обработке. И когда растительную пищу, овощи подвергают тепловой обработке, то клетчатка её становится более мягкой. И со временем желудочно-кишечный тракт людей привык к тому, что клетчатка поступает в основном в таком достаточно мягком виде. И под эту мягкость адаптировался кишечник. И теперь он прекрасно, допустим, у многих людей принимает термообработанные овощи. Но когда в длительное время кишечник начинает поступать сырые овощи, клетчатка которых более плотная, то если они начинают поступать в большом количестве, это может вызывать раздражение стенки кишечника. И как итог, приходят пациенты и говорят, мы перешли на сыроедение, и у нас теперь получились проблемы с животом, что-то живот болит. А это иногда может возникать из-за того, что кишечник просто не готов к таким большим объёмам клетчатки. Поэтому как-то кишечник нужно подготавливать, тренировать постепенно, чтобы он крепчал и научался перерабатывать такую плотную клетчатку. Ты знаешь, мне кажется, здесь не только в этом проблема, а и в том, что бактерии, которые живут внутри человека и вообще внутри каждого живого организма, они настроены на определённый вид пищи. Если вдруг попадает пища, которая им не подходит, они просто с ней справиться не могут. К примеру, известны бактерии, которые очень хорошо перерабатывают, например, мясную варёную пищу, но при этом растительную пищу, живую, они переваривать очень плохо могут. То есть ферментация у них не происходит, та, которая нужна. И наоборот, те, которые настроены на живую пищу, они как-то вот на варёную не очень хорошо реагируют. И в том случае, если человек вдруг резко, ни с того ни с сего, переходит на новый вид пищи, желая себе, например, здоровья, то в этом случае, если он не учтёт то, что бактерии должны заселиться, вытеснить другие бактерии, вот если он это не учитывает, то тогда у него могут начинаться проблемки. Поэтому переход на здоровый образ питания должен происходить не сразу вот раз. Нет, конечно, вы можете так делать раз и всё, потом немножечко поболеть придётся, всё равно перейдёте. Он должен происходить постепенно, с добавлением всё больше и больше и больше качественной пищи и уборки всё больше и больше некачественной пищи. И причём это должно быть такое пропорциональное увеличение, а не просто так сразу взяли и отказались от чего-то. Добавлять. Раздельное питание, во-первых, ввести, во-вторых, добавлять уже здоровую пищу в большем количестве, это и меньше есть. И в конечном итоге убирать, 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 убирать. Это может занять две недели, это может занять месяц, это может занять два-три месяца, в зависимости от кого, в какой форме запущенности находится ваш организм, в какой форме находится ваш желудок и вообще весь кишечный, это ваш тракт. То есть всё, вот надо это учитывать. Какая у вас печень, что у вас с поджелудочной, селезёнкой, это всё надо учитывать, а не просто так. Всё, я теперь перешёл. А потом окажется, что вы начали поедать вот эти вот волокна, о которых Арират говорит, а у вас идёт раздражение по пищеводу, у вас там всё возмущается, у вас там всё взбухает, и потом вы начинаете лечить уже пищевод. Или там желудки, у вас настолько были стенки истощены, там уже гастриты вас замучили, что грубые волокна, а многие начинают именно с грубых волокон почему-то, они просто-напросто раздражение ещё больше дают, и гастрит начинает усиливаться, и вплоть до язвы там, до чего-то доводить себя. Поэтому надо осознанно, исходя из своего состояния, следовать вот этой вот методике для перехода. Больше воды пить, больше принимать каких-то веществ, которые помогают усилить правильную флору, фауну, там у вас вывести что-то нехорошее, прочистить обязательно организм перед переходом, обязательно. Многие-то забывают делать. И получается, что там у вас набор всякой дряни, вы её не вывели, и хотите, чтобы у вас было всё хорошо. А дрянь возмущается, она действует на ваше подсознание через те ферменты, которые выделяются. И вашему организму очень-очень нехорошо, и вам приходится всё равно возвращаться во снах хотя бы к той пище, которая была до этого. То здесь всё очень и очень интересно, взаимосвязано. Так что имейте это в виду, а не просто «всё, хочу быть здоровым, завтра начинаю» и пошло, и поехало. Потом по врачам ходим. Или там рассказываем, вот я хотел стать сыроедом или кем-то ещё, а вот как это Лиса Алиса, помнишь, да, и Кот Базилия. Буратини рассказывали про то, что учение – это плохо, потому что он стал слепой, а я вот, видишь, хромая теперь хожу. Вот из этой же серии. Анна Аммаха. Вопрос в эфир. Какие неочевидные продукты опасны при грибках в кишечнике про дрожжевой хлеб, плесневые продукты, сахар, сладости и прочее ясно? А есть кое-такие, какие-то, наверное, другие опасные продукты? Анна Боря-Бирю за вопрос. При грибках в кишечнике прежде всего опасны те продукты, которые способствуют увеличению численности колоний этих грибков. То есть это те продукты, которые прежде всего содержат в себе какие-либо сладости, либо глюкозы, либо фруктозы. В плане глюкозы, либо лактозы, если это молоко. То есть по поводу глюкозы мы уже поняли, что это сахар, и всё, где он содержится. Касаемо фруктозы, это такие фрукты, допустим, как бананы, как виноград. То есть наиболее сладкие фрукты, богатые, чрезмерно богатые фруктозы, тоже будут провоцировать увлечение численности грибковой колонии. И лактоза, то есть молочный сахар, содержащийся в молоке, допустим, содержащийся в сыре, в пороге, он тоже будет провоцировать рост грибной колонии в организме. Вот, ну, наверное, так. Ну и пусть ещё, конечно, непосредственно потребление грибов нежелательно, наверное, в общем плане это всё. Хотя, если детализировать, то там достаточно большой список получится. Зоя Кукова спрашивает тебя, почему у одних людей живот более эластичный и быстрее восстанавливается после растяжения, а у других так и остаётся пухоленьким? Ну, благодарю за вопрос. Это, наверное, зависит от того, как много человек ест. Если человек ест много и не ограничивает себя в еде, то есть ест без меры, то живот у него что ни делай, будет оставаться пухленьким. Это раз, один момент. Второй момент — это состояние печени, поскольку если состояние печени неудовлетворительно, то могут возникать такие близкие к осыту состояния, дающие припухлость живота. Это два. Потом достаточно большой объём сальникового листа, но это опять же относится к вопросу о дозе употребления пищи. И здесь можно сказать о качестве лимфы, лимфатической жидкости. То есть если лимфа движется плохо, то, соответственно, живот будет такой… Реал, скорость обменных процессов там будет низкая, и, соответственно, будут накапливаться токсины, появляться жир, живот будет пухленький. Вот так, наверное, можно ответить на вопрос. Идём дальше. Анна Ахама. Вопрос в эфир. Почему у маленьких детей всегда животик выпирает? На любом питании, при любых нагрузках. Это просто физиологично для раннего детского возраста? Или есть чего опасаться? Спасибо. Ну вот тут, честно говоря, я, может быть, с вами не соглашусь относительно того, что у маленьких детей живот всегда выпирает. Если ребёнка не перекармливать, у него, в принципе, животик будет нормальный, и никуда он не выпирает. Здесь в большей степени нужно смотреть, когда ребёночек лежит. То есть, если, когда ребёночек лежит, и у него всё равно живот холмиком, то всё-таки вы его чем-то не тем кормите, либо перекармливаете. Вот. А в вертикальном положении, когда он стоит, и животик немножко выпирает, то здесь, я думаю, это нормальное явление на живот. У тебя, как у живот в лежачем положении ровный, потому что дети не имеют, допустим, необходимости, так как взрослые, напрягать переднюю брюшную стенку для того, чтобы поддерживать себя в подтянутом виде. И они расслабленные ходят, так вот выпячивают животик. И вот в этом отношении это нормально. Но если животик как барабанчик, и по нему стукаешь, и он отдаётся эхом, это значит, что животик забит газами. Это уже ненормально. То есть животик при простукивании должен издавать такой глухой звук. Если он издаёт звонкий звук, как барабанчик, то здесь много газа. Значит, неправильно кормите. Либо червяки. И снова мы возвращаемся к червякам. Идём дальше. Так, дядя Вася, вопрос в эфир. Что сказитель может сказать про непереносимость глютена и какую диету посоветует? Ну, сказитель может посоветовать безглютеновую диету в данном случае. Ну, логично было бы, я думаю, такое посоветовать при данном вопросе. Безглютеновую. Ну, то есть нормальную, так как здоровые люди питаются, перестать есть в содержании продуктов, содержащие большое количество глютена. Но это прежде всего, допустим, всё, где есть пшеничная мука, овёс, то есть повышенное содержание глютена. Ну, вот в основном, хотя бы пшеничную муку прекратить есть, и уже будет легче гораздо. Далее Кристина задает вопрос. Захар, подруга недавно родила, появились внизу живота растяжки. Что же делать и как быть? Как убрать лишние сантиметры на талии и как убрать правильно растяжки? Растяжки на коже дружат с левой почкой. Ну, как дружат. То есть если левая почка дисфункциональна, то появляются растяжки. Если растяжки появились, то их нужно убирать наведением на них какого-либо синяка. Лишние сантиметры на талии нужно убирать при помощи занятия каким-либо видом спорта, при увеличении двигательной активности. При этом кушать нужно низкокалорийную пищу, для того, чтобы организм недополучаемую энергию брал из расщепления жиров, которые уже находятся в самом организме. И тогда надеемся, что он будет эти жиры брать с талии и вы будете худеть. Наверное, так можно закончить ответ на этот вопрос. Анна Амаха, вопрос эфир. Как во время беременности и при грудном вскармливании безопасно чистить кишечник? Спасибо. Во время беременности и при грудном вскармливании важно добиваться того, чтобы в плод не поступали никакие вредные вещества. То есть чистка кишечника при помощи каких-то химических средств, чистка кишечника при помощи кастрорки нежелательно. Здесь очищать безопасно кишечник можно при помощи солевого раствора. Солевой раствор — там концентрация примерно чайная ложка на примерно 800 миллилитров жидкости и, занимая положение на левом боку, колени посогнуты в груди, то есть позе эмбриона мы при помощи кружки выливаем в кишечник от литра до двух литров жидкости подсоленной и затем через 5-10-15-20 минут ее назад выпускаем. Это будет безопасно, потому что чистящее средство, вот эта соленая жидкость, оно будет близко по своим составу крови и никаких изменений в организме не вызовет. То же самое справедливо и для периода скармливания. Так могу ответить на этот вопрос. То есть использовать солевой раствор для промывания кишечника. Это хорошо. И далее. Людмила Лентенко спрашивает, что значит, если после клизмы потом выходит слизь? Благодарю, Людмила, за вопрос. Я очень люблю вопросы про слизь, про то, что выходит из человека после клизмы. Значит, и так. Вот тут началось, да. Вот тут в конце эфира он не удержался, это называется. Ну, давай, давай. Собственно говоря, если выходит прозрачная слизь, и она такой достаточно плотной консистенции, то здесь можно предположить, что из вас по частям выходит гриб слизевикликогал. Если это слизь белёсая, такая, молочного цвета, то здесь можно предположить, что это грибок Кандидоальбиканс. Вот. Если это слизь такая черноватая, то можно предположить, что это грибок Астерлиус ниггера. Если это слизь желтовато-коричневая, то это можно предположить, что это разложившиеся глисты. Вот. Если это слизь такой консистенции, как медуза, то можно предположить, что из вас вышел мицелий, то есть сердцевина грибницы. Это очень хорошо. Ну, собственно говоря, вот. То есть это либо грибки погибающие, либо это разложившиеся черви, глисты. Если слизь, допустим, зеленая, зеленоватого цвета, то, возможно, это погибшие какие-то вирусы, бактерии, там, различные виды коков. Стрептококи, стафилококи, ну и так далее. Вот так можно ответить на этот вопрос. Хорошо ответил на этот вопрос. Ну что ж, давай будем подводить итог сегодняшнего нашего музыкального эфира. Что-то доброе, вечное? Доброе, вечное. Ну, сейчас постараюсь что-нибудь доброе, вечное изложить. Хочу всё-таки порекомендовать всем обращать особое внимание на состояние своего живота, наблюдая за тем, насколько он мягкий, насколько он безболезненный, и стараться периодически его массировать. Поскольку, если вы будете обладать здоровым животом, то и жизнь ваша будет, скажем так, продолжительная и радостная. Потому что больной живот, он даёт нам безрадостное существование, и все наши мысли перемещаются с размышления о смысле жизни, скажем так, на размышления о том, как бы нам выжить. Поэтому для того, чтобы мы пребывали в полной осознанности, жизни и жили осознанно, нужно иметь здоровый, мягкий, безболезненный живот. И вот именно такой живот я всем нашим служителям и хочу пожелать. Благодарю. Хорошие слова. Вот вы послушайте доктора, он вам плохого не посоветует. Потому что каждый вспоминает о здоровье только тогда, как правило, когда здоровье почему-то его подводит. Вот это подход такой не очень разумный. Я предлагаю каждому из вас включить здравомыслие и не дожидаться, когда вдруг какой-то орган начинает включать красную лампочку и сирена звучит о том, что мне больно, а делать всё возможное для того, чтобы плохого ничего с органом и с организмом не происходило. На СИМ я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинных 17-й день месяца в юг и стужа 7500, 26 лет и пятница. Правда, о животе таков был сегодняшний наш эфир. Сказитель Захар Белинский, Ари Рат. Низкий поклон тебе. И хочу также отвесить земной поклон и Народному славянскому радио и всем слушателям, кто слушал нас, задавал вопросы. Благодарствую. Хорошо. Ну и также нашим радиослушателям тоже земной поклон. Друзья мои, очень хорошо, что вы с нами. Очень хорошо, что вы задаёте те вопросы, которые полезны каждому человеку и те, которые заставляют самое главное задумываться о том, как что устроено. А это означает, что мы всё вместе идём дорогой к веданию. Ведание, здравомыслие — это то, что нам поможет выйти из данной ситуации. Желаю всего-всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова